Девушки отдыхают 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 То есть не какие-то покупать готовые уже датчики, как я хотел, а, ну, в общем, сборные эти всякие штучки. Григорий показывает, у нас тут просто на столе те, кто смотрит нашу трансляцию в YouTube, в ВКонтакте и на нашем сайте, могут видеть. У нас на столе лежат какие-то составные части, как я понимаю. Да, понятно, что в такой форме покупать это всё дешевле. Ну, у кого есть там способности, могут всё это сами собрать и установить. И мы начали собирать деньги, но, в общем, видимо, не так популярна оказалась эта идея. Не собрали нужную сумму, плюс мы хотели размещать информацию на сервисах о концентрации мелкодисперсных частиц в воздухе, чтобы в глобальной сети мы оказались. И Илье, который всё это организовывал, ему просто не ответили оттуда и насчёт датчиков, которые он тоже хотел покупать, тоже ему не ответили. И, в общем, и тут не ответили, и денег достаточно не собрали. И в итоге эта история как бы... И коронавирус ещё случился, и всё это как-то застопорилось. Да, да, да. Сейчас, получается, как бы вторая жизнь у проекта появляется. Да. Так. А это сейчас вот Григорий расскажет. Хорошо. То есть, вот изначально, насколько я помню, планировалось покупать вот эти станции мониторинга, про которые Игорь говорит, что они достаточно дорогие. По-моему, там в районе 200 долларов стоило одна станция. Да, 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 около 100. И говорилось про 20 каких-то станций, которые планировалось не только в Озерках разместить, а вообще по Кирову. Ну, вообще по Кирову, да, я ходил и разговаривал с сотрудниками медуниверситета, мы обсуждали, какие там районы у нас самые грязные, обсуждали с ними точки, где можно эти станции расставить. В общем, они готовы были эти данные использовать тоже в своих каких-то исследованиях, то есть, как на здоровье это всё влияет и так далее. Но вот площадку, куда бы стекались эти данные, эти сведения, тогда не нашли. Нет, мы опасались как раз, что не сможем собрать достаточный денег и, в общем, вообще эту историю не запускали. То есть, это обсуждалось где-то всё в сети, но так массово запустить, объявить сбор денег на эти дорогие станции, этого не было просто. Сейчас решено отказаться от дорогих станций в пользу приобретения каких-то составных частей и сбора из них. Ну да, это уже во вторую волну сбора было решено отказаться от дорогих станций, вот Илья как раз начал собирать на станции вот такие, как бы и Гриш сейчас, я так понимаю, ну, такая же идея, тоже недорогие станции, которые можно самим собрать, купить датчик, купить ещё какие-то там приспособы, вот всё это собрать. То есть, вот, можно сказать, три волны у нас сбора, была просто идея, а потом был уже сам сбор на недорогие датчики, и сейчас третий раз мы пробуем, в общем, всё это реализовать. Как это будет работать? Это будет собрано профессионалами, то есть, я, конечно, хотел бы Илью Тихонова поблагодарить за то, что он передал нам как раз... Илья, это вот из красивого Кирова как раз, так? Так, специалист, он понимает в софте, он, наверное, даже хотел сайт сделать, ну, или для ребят, вот, и у нас есть также свой специалист, я хочу их всех объединить, красивый Киров, ВОП. ВОП – это Всероссийское общество охраны природы. ВОП – это Константин Окулов. И, соответственно, на одной площадке провести мастер-класс, чтобы все посмотрели, как это просто, как это можно в бытовых условиях делать самим. Наша задача, может быть, это была ошибка как раз ребят, они понадеялись на себя, а мы хотим именно подключить народ. Жителей, гаража. Жители, конечно же. Неправильно, если ребята ищут спонсоров, ребята ищут возможности, сами скидываются, а жители ничего не делают, не предпринимают никакие активности. Поэтому здесь должна быть, ну, какая-то кооперация, союз, симбиоз жителей, активистов, экологов, власти для того, чтобы эта система появилась. Мы её назвали, вот, можете посмотреть. Вятка Дыши. Значит, были другие варианты, до этого мы рассматривали дым-ноу, то есть дым-ноу, стоп, нет дыму. Так. Вот, но более позитивно, более творчески. Вятка Дыши, по аналогии с Москва Дыши, Челябинск Дыши, да, то есть... Ну, то есть эти проекты общественные, они есть? Да, ещё добавлю Игоря, на самом деле, воздухом ознакомились мы ещё в 2007 году, когда я был экологом-студентом. Мы специально поучаствовали в одной избирательной кампании, исключительно для того, чтобы массово бросить информацию о том, что необходимо провести независимую экологическую экспертизу одного из предприятий на территории Юго-Западного района. Я вам скажу, что это сработало. Ну, понятно, да. То есть в период праздников, в период выходных действительно дымить стали меньше, и это улучшило обстановку. Так, ну вот всё-таки, возвращаясь к озеркам, почему именно озерки выбраны как стартовая площадка для размещения? Из-за того шума, который под ним поднялся в последние месяцы? Или потому что там молодых, много активных жителей, которых проще раскачать там, да, на поддержку вот этого проекта? Так, это одно с другим и связано. То есть молодые, шумные, скандальные, и они привлекли себе больше внимания. По идее, наш проект, как у ребят изначально и задумался, на весь город. Просто у них качество оборудования планировалось более высокое. То есть они, по большому счёту, могли бы своей системой обеспечить нормальным, полноценным мониторинг для Росгидромета. В общем-то, они должны были связкой с ними работать. Ну, я понимаю, почему Росгидромет с ними работает. И Роспотреб – это такие неповоротливые, закрытые структуры сами в себе. Вот. Я вообще считаю, что морально устарела система мониторинга у современных структур, кто этим занимается. Полностью морально устарела. И Красивый Киров, они двигались как раз в ногу со временем. Даже, может быть, чуть позднее, но этот был правильный проект. После года экологии или, может быть, в год экологии они задумались об этом. И мы сейчас совместно с ними, благодаря их опыту, положительному, негативному опыту. Поэтому я рад, что Игорь здесь присутствует. Мы с ними совместно и реализуем такой городской проект, подключив максимальное количество общественных активистов, экологов, представителей, может быть, органов-исполнителей власти и так далее. Да, я бы, Игорь, хотел спросить, а вы ведь, когда затевали свой проект, наверняка изучали, а как вообще изучается, там, мониторится состояние воздуха, атмосферы в Кирове? Конкретно мелкодисперсные частицы никак не мониторятся, оценивают на двух перекрёстках исключительно взвешенные частицы, то есть общая фракция, но это... Давайте разницу напомним, вот эти мелкодисперсные и взвешенные, они чем друг от друга отличаются? Ну, взвешенные частицы – это просто пыль, мелкодисперсные – это тоже взвешенные частицы, но они просто делятся там на разные фракции. То есть есть частицы PM2,5 – это такие супермелкие частицы, которые могут проникать внутрь органов дыхательной системы и даже попадать в кровоток. PM10, он застревает в верхних путях дыхательной системы, но взвешенные частицы – это просто пыль, и с ней очень странно работать, потому что, ну, зачем нужно мониторить именно вот эти частицы мелкие PM2,5, потому что они суперопасны для здоровья. То есть с помощью мониторинга можно оценивать уже, как содержание этих частиц, в зависимости от того, какой оно, какой объём, как это влияет на здоровье, как мы можем там в деньгах это оценить, сколько там бюджет теряет денег и так далее. Это тут нам, Григорий, просто показывает жителей города в скафандрах и собачек в скафандрах. Да, главное то, что эти частицы очень как бы сильно влияют на здоровье. Вот, у нас в Кирове пользуются, если надо, если кто-то попросит, но на самом деле этого не делают, расчётными методиками, но расчётные методики показывают результаты, которые от реальности отличаются на 30-40%. То есть это не замеры? Да, это расчётная методика, просто с помощью формулы какой-то они вычисляют, считают. Среднесуточная, средняя... Нет, 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 они... То есть получается, что состояние атмосферного воздуха в Кирове регулярно на постоянной основе никак не мониторится? Нет, не мониторится, да. Правильно ещё вот Гриша подсказал. Нужно мерить, ну именно если мы про мелкодисперсные частицы говорим, нужно мерить среднесуточную концентрацию и среднегодовую. У нас, то есть это должно быть непрерывное наблюдение. У нас, если какая-то станция есть, то она там, ну, несколько раз в год, например, выезжает, какие-то замеры, да, они берут, но непрерывного наблюдения за такими частицами нет. Непрерывное, в смысле, оно должно вестись вот прям ежедневно на протяжении какого-то длительного периода отчётного или вообще постоянно? Вообще постоянно, прям непрерывно. Смотрите, разница контроля и мониторинга в том, что контроль, вот ребята выехали с датчиком, измерили в момент выброса концентрацию, да. А мониторинг, это гражданский, общественный, экологический мониторинг, это когда огромное количество вот этих собранных датчиков стоит за окнами у граждан. Мы с ними заключаем соглашение на использование оборудования. И эта информация стекается на сервер или бессерверным способом в интернет. Любой человек может посмотреть, что вот в соответствии с показаниями конкретного датчика на конкретной территории... На высоте двух, трёх, четырёх метров такое-то, да, содержание? Да. Максимум третий этаж. Да, но мы будем играть здесь по-разному. Вот некоторые активисты в Озерках, не из Озерков, но в Озерках, говорили, что и на десятый этаж надо, или на восьмой поставить эти датчики. А я тоже не знаю зачем. Но неважно, это их право, пусть... Ну, давайте скажем, смысла в этом нет, потому что мелкоэкспертные частицы, они не оседают на землю, но они в основном... Ну, вся концентрация, там, 80%, они находятся на высоте от метра двадцати до двух метров, то есть на уровне человеческого роста, и мерить выше, там, смысла нет, их просто там не может существовать, этих мелкоэкспертных частиц. Но они, вот их размер, то есть почему они находятся именно на такой высоте, из-за своего размера, то есть они настолько лёгкие, ну, то есть всё равно какой-то вес у них есть, но они настолько лёгкие, что они полностью не оседают, но на вот этой высоте находятся... На высоте роста ребёнка или взрослого человека получается. Я просто подумала, что я знаю парочку человек, которые, похоже, не сталкиваются с этими частицами из-за своего роста. Ну, больше двух метров. А, больше? Это Стёпа? Нет, но они же наклоняются, ботинки зашнуровывают в конце концов. Ну, не в том количестве, в котором мы с вами. Но вот, тем не менее, да, зачем тогда вот... Вижу я пресс-релиз весенний, который приходил как раз вот по этим взвешенным частицам. 316 исследований они там проводили и выявили отклонение на двух, по-моему, перекрёстках. Да, мерили только на Ленина-Блюхера, да. На Ленина-Блюхера и ещё раз сопроизводственное меризм. И это был выезд? Этот показатель, он вообще что-то даёт людям? Вот эти вот взвешенные частицы, вот мы узнали, что на Ленина-Блюхера там некое... Он ничего не даёт, потому что у нас так работают вот эти структуры, все министерства. Но они между собой, ну, на мой взгляд, вообще никак не контактируют. То есть это какой-то просто бухгалтерский учёт. То есть, ну, померили, да, превышение ПДК. А как это влияет на здоровье, то есть, ну, никто не оценивает. Ну, и последствий тоже никаких нет. Ну, да, превысили. Ну, в следующем году померяем, а может, меньше станет. Небольшая корректировка Игоря. Значит, Росприроднодзор. Министерство не отвечает за воздух в городе. За воздух в городе отвечает Управление Роспотребнодзора. Нет, Роспотребнодзора именно за воздух в населённых... Да, я тут хочу добавить просто, что именно за... Вот есть каждый год Министерство природоохраны выпускает экологический отчёт. Отчёт, но с 2014 года в этом отчёте нету данных об объёме загрязнения, там, выбросов вредных веществ от передвижных источников. От машин мы имеем в виду. Да, основной источник вот этих мелкодисперсных частиц – это передвижные источники. А за передвижными источниками этот объём считает Росприроднодзор вообще. И то есть если мы посмотрим у них, их отчёт, они там на сайте Министерства это всё публикуют у себя, то за последние несколько лет у нас объём загрязняющих вредных веществ от стационарных источников снижается. То есть они там ставят себе какие-то фильтры, новое оборудование и так далее. Объём загрязнения от передвижных источников растёт и растёт настолько сильно, что даже от стационарных источников снижается, а общий объём в целом всё равно растёт. То есть поэтому нужно за передвижными источниками очень... Передвижные источники – это транспорт, я правильно понимаю? 60% – это передвижные источники. Даже больше сейчас. Ещё в 2014 году Толи Черняев, кто там был главой Министерства природоохраны, он говорил, что там до 70 практически процентов, но это было ещё несколько лет назад. От транспорта у нас личного всё больше и больше, да? Да. Ну, смотрите, отвечает – это что значит? То есть тут ответственность-то какая? Условно говоря, юридическая плоскость. То есть Роспотребнадзор отвечает за состояние воздуха в микрорайоне озерки. Воздуха. Отвечает – значит ли это, что на него можно пожаловаться? Нет, это значит, их задача – в него можно пожаловаться. Контроль. Они ведут контроль. То есть у них есть лаборатория в их кукбуке, тестованная со специалистами. Они могут выезжать там вместе или с МЧС, или сами по себе, или с министерством и делать замеры. То есть именно за население отвечает Роспотребнадзор. Это надо понимать. А Росгидромет должно бы заниматься мониторингом. Кстати, им давно уже предлагали использовать полупрофессиональные датчики, даже не бытовые, но в связи с тем, что эта структура такая вот неповоротливая, большая… Да, но мне они отвечали, что это дорого, это нужны какие-то там суперспециалисты, денег у нас нет. Но вот по последним данным Росгидромет начинает в 12 городах самых грязных в России внедрять, модернизировать свое оборудование и внедрять непрерывный мониторинг именно за мелкодисперсными частицами PM2,5 и PM10. Хорошо. Мониторинг, даже если мы внедрили, впоследствии-то что? Потому что, получается, если мы видим, что идут выбросы от условного какого-то предприятия, мы приходим на предприятие, я упрощаю, да, все, и говорим, так, ребята с вас, фильтр, они ставят фильтр, ситуация условно улучшилась. В случае с автомобильным транспортом, с автомобилями как быть? Мониторинг нужен для более качественного контроля. Сейчас контроль идет по жалобам и неоперативный. Когда будет мониторинг, ну вообще это сигнальная сеть на самом деле, даже не мониторинговая, там нет качества, там чистое количество частиц. Поэтому сначала идет мониторинг, на основании его строится система контроля, а затем уже правильное, выверенное управленческое решение. Какое? Вот если мы говорим о среднем. То есть тут разгружать какие-то перекрестки. У нас семь холмов. Как минимум надо в любом случае ставить датчики в низинах. Ну понятно, где копится все. Мало того, я вам скажу, я тоже поднял старые материалы в нашей библиотеке, в офисе, в организации нашей. И в свое время студенты, школьники, лицеисты из Клеона занимались совместно измерением состояния воздуха на перекрестках самых загрязненных по снегу. То есть они брали снег, но понятно, что это только преимущественно делается зимой. А летом это биомониторинг. То есть, в общем-то, да, это довольно интересная методика, но не хватает еще. По поводу решений я сейчас расскажу. Понятно, что если основной источник это автотранспорт, то решение по снижению загрязнения лежит в плоскости транспортной вот этой отрасли. Ну то есть управление как-то потоками транспорта. Да, понятно, что многие сейчас грешат на общественный транспорт, но если посмотреть, сколько у нас в сутки выходит на рейс общественного транспорта, это там около 500 транспортных средств, и сколько личных автомобилей, это где-то 30-35 тысяч в сутки выезжает. То понятно, в силу количественного вот этого фактора, там, личный автомобиль, он как бы больше приносит вреда. И у нас там половина автопарка, это машины старше 10-15 лет, у которых нет вообще экологического класса или экологический класс, который там от нуля до трех. Некоторые сейчас уже там на поток поставлен снятие катализаторов, да, которые как раз отвечают за фильтрацию. Вот, понятно, люди не хотят, там, дорожат автомобилем и двигателем, не хотят потом это все менять, чинить лишний раз, то есть дешевле им катализатор этот вырезать. Вот, то есть тут, понятно, в этом плане контроль нужен более жесткий за экологическим классом. Понятно, что автобусы там сами нужно переводить на газ, ну и плюс дестимулировать поездки на автомобилях, то есть и стимулировать поездки на общественном транспорте. То есть сделать так, чтобы не было излишних поездок каких-то на машинах, ну вот эти все платные парковки и так далее. Потому что, ну по поводу вот экологических классов я сказал, да, при определенных погодных условиях выхлопы составляют только 50% источников этих PM-ов, да. А 50, остальные 50% это может быть вторичная взвесь какая-то, то есть, например, тормозные колодки истираются, шины истираются, то есть даже новые машины, которые люди себе покупают, они тоже становятся источниками вот этих мелкодисперсных частиц. То есть здесь именно нужно сокращать общий пробег, ну путем вот дестимулирования поездок на автомобилях. Еще добавлю, в 2012 году мы проводили круглый стол на базе как раз, по-моему, министерства, тогда еще департамент вроде был. И мы предлагали, ну понятно, озеленение, освежение города и часть, может быть, там полиции в период пробок, да, пересадить на велосипеды, на альтернативные транспорты или хотя бы там мотоциклы или скутеры. А почему нет? Ну вообще. Пробка стоит, а они хоп-хоп и проехали до... Ну вообще правильно, сейчас много говорится о том, что современная повестка развития городов и цели, которые Всемирная организация здравоохранения ставит и Организация объединенных наций заключается в том, чтобы развивать немоторизированный транспорт, пешеходную инфраструктуру, велоинфраструктуру и так далее, общественный транспорт, чтобы люди больше передвигались пешком. И все это связано как раз там со вредными выбросами, с активностью. И проблема здесь я вижу в том, что вот как раз о чем я сказал, министерства там вместе, ну друг с другом не коммуницируют вообще никак. То есть мы уже видим, что здесь плоскость там Министерства транспорта или отдела транспорта, Министерства здравоохранения, Министерства охраны окружающей среды. То есть они вместе должны сесть и эту какую-то позицию общую выработать. Уже во всем мире, там и в других городах появляются, ну это тренд вот последних лет, мультидисциплинарные какие-то команды, которые решают уже какие-то конкретные проблемы. Мы там отделы, ну например, отделы градостроительства, например, у нас есть, то есть у него тоже должны быть компетенции в транспортном планировании. И этот отдел, у него должны быть компетенции какие-то именно в экологии. То есть это все должно объединяться как-то, а не между собой что-то. Ну а не по отдельности, что ой, превысили ПДК, ой, принято там, ПДК нормально, ничего не превышено. Ну а дальше как бы, правда, никаких последствий. Ну и нам ничего не объясняет, насколько там может быть ПДК превышен, что это значит для людей и так далее. То есть и люди, понятно, не скидываются на сигнальную сеть, потому что они понимают... А зачем? А зачем? Зачем это надо? Ну превышено. Ну кроме того, что я думаю... Интересный тут факт в том, что вот эти мелкодисперсные частицы, да, очень опасны для здоровья, но на запах люди их не ощущают. То есть они влияют на долговременный риск смертности и там небольшое даже превышение, там уже от 10 до 15% этот риск увеличивается. Ну как бы, и люди думают, что они умерли от рака, но как... Умерли от частиц? Да, откуда эта онкология взялась? Сейчас вот мы, откуда онкология взялась, поговорим после небольшого перерыва с одним из наших экспертов, Сергеем Петровым. Это медуниверситет, реклама и вернемся. Григорий Поскребышев, Игорь Багин. В нашей студии говорим о мониторинге вредных выбросов в атмосферу. На связи с нами Сергей Петров, доцент, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой гигиены Кировского государственного медицинского университета. Сергей Борисович, добрый день. Добрый день. Добрый день. Да, мы до перерыва как раз остановились вот на этих самых мелкодисперсных частицах, их опасности для человеческого организма. И Игорь уже начал нам рассказывать о том, что там, ну, не то чтобы главная опасность, да, но тем не менее, человек-то их не ощущает, то есть они не пахнут никак, да, он постоянно их вдыхает, и так ли это? Да, совершенно верно. Дело в том, что до недавнего времени было принято оценивать концентрацию в воздухе так называемой грубой фракции пыли, или всех фракций пыли вместе, да, так называемой ТСП. То есть это все фракции пыли вместе. Однако доказана патогенность нашего организма, то есть вредное действие именно мелкодисперсных фракций. Это, в частности, фракции пыли, имеющие диаметр менее 10 микрометров, и особенно менее 2,5 микрометров. Они влияют, описательно, на органы дыхания. Доказана их связь с смертностью населения, как общей, так и смертностью от кардио-респираторных причин, как вариант. Очень бы интересным было бы исследование по влиянию данных частиц, в частности, на усиление эффекта коронавирусной инфекции. Это исследование уже проведено? Вот. Это Игорь тут дополняет, да, Сергей Борисович. Это интересно, в таком случае, да. И в целом, сейчас в ряде стран обязательным условием социально-генетического маниплоринга является проведение круглосуточного наблюдения за концентрациями мелкодисперсной фракции пыли. То есть, это автоматические станции, которые в течение всех суток производят замеры концентрации взвешенных частиц. Мелкодисперсной фракции, особенно вот фракции ПИЭМ 2,5, то есть, что это наиболее вредно для нашего организма. А затем, на основе этих данных, мы получаем максимально разовые концентрации и особенно важные концентрации мелкодисперсной фракции пыли для хронического действия или долгопередного воздействия этих фракций на организм человека. Это среднесуточные концентрации и особенно среднегодовые. К сожалению, в частности, в городе Кирове пока не ведется круглосуточного мониторинга согласно международным стандартам. У нас только определяется тотальная фракция пыли, то есть, общая фракция пыли. И мы не знаем, мы не знаем, не знаем в настоящее время, какие у нас реальные имеются концентрации мелкодисперсионных фракций пыли в воздухе города, в каких они районах имеются, в каких соотношениях с общей фракцией пыли. Мы этого сказать в настоящее время не можем. То есть, в настоящее время, к сожалению, у нас мониторинг санитарного состояния атмосферного воздуха, он неполноценен. То есть, мы не имеем множества информации, которую, в принципе, могли бы иметь о воздействии воздуха на наше здоровье. Потому что мы не знаем информации о концентрации пыли в мелкодисперсионных фракций. Она очень важна. А были какие-то попытки, например, со стороны, я не знаю, медиков какого-то сообщества, может быть, медицинского в России, в каких-то городах, может быть, вы слышали, выходить на власти города или региона с предложением все-таки этот мониторинг вести? Или в России это пока вообще не распространенная история? Нет, это предусматривается, а руководство по изучению санитарного состояния воздуха населенных мест, это все предусматривается. Но не везде есть данные аппараты. Вообще, в частности, они имеются. В Москве? В Москве, в крупных городах некоторых. Понятно. Они имеются, эти аппараты, да, вот по ним проводятся научные исследования, карты составляются в концентрации в мелкодисперсионных фракций. Вот у нас пока это нет, хотя у нас, в принципе, там высокая нагрузность автотранспорта в Кирове. У нас имеются тепловые электростанции, которые в том числе в качестве топлива используют уголь и торф, а это источник взвешенных частиц, в том числе и мелкодисперсионных фракций. Вот и нам, конечно же, необходимо было бы проводить такой мониторинг. Вот часть важной информации, повторяю, именно аэрогенного риска здоровья среди, нам неизвестно. Мы не получаем, было бы хорошо, если бы это все было системно. Естественно, но мы тогда бы вписались в международный стандарт мониторинга качества атмосферного воздуха для населенных мест. Спасибо большое, Сергей Петров. С нами был на связи доцент, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой гигиены Кировского государственного медицинского университета. Да, можно я тут сразу добавлю насчет вот этих исследований. Вот представляете, да, насколько мы уже отстаем. Вот Сергей Борисович говорит, что там хорошо было провести такое исследование. Но вот когда только эта коронавирусная инфекция начала распространяться, в Италии уже в январе начали проводить такие исследования, как содержание мелкодисперсных частиц влияет на распространение коронавирусной инфекции. В Гарвардской школе здоровья тоже эту тему начали изучать. Весной уже проводить эти исследования не доказали, что мелкодисперсные частицы являются вообще супер отличным транспортером для распространения этого вируса. То есть мелкодисперсные частицы – это же такой маленький песочек, и он в воздухе вообще на себя собирает. Вот эти вторичные извеси, да, это как раз то, что уже на этот маленький песочек прилипает, какие-то новые химические реакции происходят. А потом человек его вдыхает. Да, ну и понятно, что чем больше содержание вот этих частиц, тем лучше распространяется инфекция. И было доказано в Китае, тоже проводили исследования, что во время инфекции, когда там был локдаун у них, когда там никто не ездил на машинах, содержание мелкодисперсных частиц упало. Ну и понятно вследствие других факторов, что у них распространение там коронавируса этого замедлилось тоже. Вот, то есть это очень всё тут связано. И эти исследования начали проводить ещё в январе, там, и в феврале, в марте. То есть, а у нас даже станции мониторинга нет, мы обсуждаем. Вот смотрите, в чат ютуба пишут, какая вам экология, ищут деньги на датчики, а власти в это время лёгким движением руки выбрасывают 23 миллиона на короткую зимнюю забаву. И ещё одно сообщение. Обратите внимание, как на улицах жестоко кромсают деревья, оставляя жалкие обрубки, лишая нас тенистой зелени, спасающей от шума и чистящий воздух. Вот мы уже проговорили, да, то есть это повышение класса экологичности автомобилей, пересаживать людей на общественный транспорт. Зелень здесь играет какую-то роль, если играет, то какую? Ну, на мой взгляд, мне кажется, незначительную роль играет тут зелень. Понятно, это не говорит о том, что нужно это всё срубать. Естественно, это нужно всё сохранять, развивать. Там скверы новые делать, парки и так далее, хвойные какие-то, деревья сажать. Ну, то есть это всё нужно, понятно, делать. И, ну, на мой взгляд, как бы... Конкретно в этом вопросе она не играет решающую роль. Да, если мы посадим там больше деревьев, да, они там деревья задерживают, пыль и так далее. Но всё-таки нужно как бы смотреть на причину и уже работать с причиной, а не то, что там появляется больше машин. Ну, ладно, попробуем посадить больше деревьев. Но у нас в городе даже это не получается. Там спилили у центральной гостиницы липы и высадили кустарники какие-то. Ну, куда это годится? Нет, не совсем соглашусь с Игорем. Нужно и деревья садить, и мониторинговую сеть делать, и на велике пересаживать часть... И Игорь это и говорит. Да, и то, и то, и то. То есть не только... И, кстати, ещё мелкодисперсные частицы не только песчинки. Это просто, возможно, молекула в любом состоянии. Ну, это примеры, Игорь. В любом состоянии. Представим. Ну, это если меньше двух с половиной диаметром, это могут быть какие-то другие в другом виде. Так, у нас осталось две минуты. Давайте ещё раз про сбор. Значит, смотрите, я просто скажу, что мы планировали ещё связаться с Тимуром Абашевым, заместителем министра охраны окружающей среды. Но вот, к сожалению, мне сообщают, что Тимур Ольгиевич на совещании, видимо, внезапно его назначили, и он с нами не выйдет на связь. Я был на пару выступлений Тимура Ольгиевича в Озерках, и могу сказать, что его позиция такая, что в целом исполнительная власть заинтересована в этой сигнальной сети, поскольку им это даст оперативность реагирования. Если сейчас они опираются только на жалобы местных жителей, то сейчас, благодаря гражданскому мониторингу, они смогут так же, как и мы, наблюдать за состоянием датчика в режиме реального времени, потому что этот датчик посылает сигнал примерно раз в две с половиной минуты, три минуты, обновление происходит на формации на сервере. Соответственно, для них это оперативность, плюс это подстегнет их заключить какое-то двойное, тройное соглашение между как раз ведомственными, о чем Игорь говорил, что сейчас это проблема. Это их, возможно, и подстегнет, чтобы совместно реагировать на показания этой сигнали. Да, можно я добавлю тут быстро, что как раз в документе в одном, в рекомендациях по созданию документов транспортного планирования от Минтранса сказано, тут в приложении есть такой пункт, что, ну и в самом документе есть очень большой пункт, там на полторы страницы, что при реализации каких-то транспортных решений министерство должно учитывать, там, насколько выбросы дополнительные, возможно, которые появятся, будут влиять на экологический ущерб. И это, тут написано, что, например, выбросы одной тонны PM2,5, там, это, ну, тысяча миллион, там, рублей. Заканчивается, к сожалению, у нас время, 10 секунд, как можно сделать пожертвование? Планета.ру, хэштег, вятка дыши. Вятка дыши, планета, планета.ру. Спасибо большое нашим гостям, Игорь Багин, Григорий Паскребышев были у нас в студии, говорили о создании системы мониторинга выбросов вредных частиц. Дневной разворот на этом заканчивается. Мы с Дарей прощаемся. Гостям спасибо и до свидания. Спасибо, на свидание. Здоровья.